Добрый день, здравствуйте. Меня зовут Александр Николаевич Русинов, натуропрактик. Занимаюсь здоровьем естественным, природным. Сегодня мы с вами поговорим о симптомах, которые могут нам рассказать о состоянии здоровья, о которых мы можем сами, как сказать, самодиагностироваться, и как можно на это влиять, какие есть компоненты, которые мы можем добавлять в свою жизнь, чтобы решить эти задачи. Мы смотрим на себя, мы чувствуем себя и начинаем себя сканировать, для того, чтобы понять, все ли в порядке в организме, либо нет. И симптомы, которые мы поговорим с вами, они простые. В любой хруст суставах, боли в суставах, когда мы говорим про любые выбаливания в теле, особенно когда касаются ЖКТ, спазмы, когда уже усталость появляется, одышка, условно говоря, сбои ритма в сердце и так далее. Мы ничего не говорим про патологию, мы говорим про функциональное ослабление. Хотя бы на этом этапе изначально можно уже организму помочь продиагностироваться и дальше уже действовать. Что означают эти симптомы? То есть, газообразование о чем говорит? Пища не усваивается. То есть, здесь либо выбор был сделан неверный с продукта, либо сочетание продуктов сделано не совсем правильно, либо время приема. Также цвет. Как вы считаете, влияет цвет пищи на пищеварение? Еще как. К примеру, красный цвет будет повышать пищеварение на уровне желудка, зеленый на уровне кишечника, белый останавливает. Чем лучше переваривается пища, чем мы здоровее. Здесь мы опять же говорим, переедание ни в коем случае. Правило, из-за стола мы встаем с легким чувством голода. То есть, мы не должны переедать за столом, потому что если почувствовали, уже переели, уже сбой будет. Значит, если суставы вышли из строя, выбаливание, хорост суставов, вы знаете, что это связано с работой гипотабилиарной системы. Да, опять же, не хватает смазки, желчи не выводятся, зажат протоки желчевыводящие, либо печеночные протоки. Это происходит от стресса, как правило. Либо гиподинамия малоподвижного образа жизни. Либо обезвоживание. Сейчас мы очень мало воды все пьем. Когда нужна помощь, здесь желательно тепло-горячее. 45-55 градусов – это как рекомендация. Ну и здесь хочу с вами тоже поделиться. Есть такой у нас родовой семейный рецепт тех компонентов растительных трав. Они будут универсальны и помощники в любой, практически в любой ситуации, когда нужна помощь. Особенно выше озвученных. Ромашка. Раз. Почки березы. Два. Плоды шиповника. Три. Тысячелестник. Четыре. И зверобой. Пять. Названные компоненты можно найти, приобрести в магазин «Русские корни». Ссылку я оставлю в описании, чтобы долго не искать. Занимайтесь обязательно своим телом. Помогайте ему, потому что ему нужна обязательно помощь. С вами сегодня был Александр Николаевич Русинов, второпрактик. И до скорых новых встреч в новых эфирах.